Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать про нашу любимую настольную игру «Занимач» или «Занималка» от компании Джека. Эта игра у нас появилась, когда ребенку еще не было 4 лет, но несмотря на возраст, мы с огромным удовольствием в нее уже играли. Рекомендуемый возраст от 5 до 99 лет. Данная игра развивает отлично память, тренирует скорость реакции, внимание. И основная цель – это избавиться от карт, которые есть на руках. Качество игры, как всегда, прекрасное у Джека. Этой игры уже около полутора лет. Внутри коробочки мы находим правила игры на разных языках с изображением животных и также с названиями, поскольку даже не все взрослые знают все названия животных. Встречаются довольно экзотические животные. Далее 12 карт путаниц. На этих картах изображены животные в хаотичном порядке. Они могут изображены быть крупными, мелкими и, соответственно, в разных местах. Поэтому найти каждый раз будет сложно. Далее 60 маленьких карт. На этих картах изображены животные крупные, либо мелкие, мелкое изображение, по одному животному. Так. Сейчас покажу, как в нее играть. Большие карты путаницы мы перемешиваем и ложим в центр стола. Маленькие карты раздаем всем участникам игры. Это от 2 до 6 участников по 8 карт. В игре есть маленькие хитрости. Для того, чтобы быстрее найти животное, которое изображено на карте путаницы, желательно свои карты посортировать. Это может быть посреди обитания, что они кушают, по величине. Так как вам удобно, у каждого как бы свой подход. Стоит отметить, что есть карты, на которых изображены животные, очень похожие. Например, фенек и зайчик. И когда вы переворачиваете карту и ищете животных ваших, вы должны быть очень внимательны. Вот, например, фенек. Если мы правильно бросаем карту, тогда он идет у нас в отбой. Но если же мы ошибаемся и бросаем зайчика, тогда помимо этой карты мы с общей колоды получаем еще 2 карты, как штрафные. А это уже идет в отбой. Есть второй вариант игры, когда мы переворачиваем на 5 секунд карту путаницы. И все участники пытаются рассмотреть изображенных животных, детали и запомнить. Затем карта переворачивается. И среди своих карт мы пытаемся найти тех животных, которые были изображены на карте путаницы. Мы их выбираем, ложим на стол рубашкой вверх. Открываем заново карту путаницу и проверяем, правильно ли мы угадали. В данном случае мы угадали верно. Эти карты идут в отбой. Если же мы ошиблись, то берем из колоды карту. Карты путаницы большие откладываются в сторону. И когда они закончатся, тогда прекратится игра. Выиграет тот, у кого на руках будет меньше всего карт. Мы увидели, насколько игра занимается интересная и увлекательная. А главное полезная, поскольку ребенок тренирует память, скорость реакции, внимание. Изучает новых экзотических животных, повторяет привычных животных. Очень хорошо, если вы подключите книгу, по которой вы сможете более подробно рассказать о среде обитания, питании, особенностях животных. И игра закрепит все эти знания. Мы играем за не матч, каждый день она не теряется своей актуальности. Она очень азартная. Советую вам обратить на нее внимание при выборе новой игры. Всем пока!